Всем привет, друзья! Как у вас дела? У нас дела отлично! Сегодня я себя прекрасно чувствую, сделала уже тренировку, сходила в душ, правда сейчас уже 3 часа дня, но ничего страшного. Я сегодня с утра с Каролиной проснулась, сама без будильника, то есть сразу к телефону рука у меня не потянулась, это хорошо. Сейчас вот вообще в последнее время стало, знаете, больше придавать значение именно вот этому моменту. То есть с утра не нужно сразу тянуться к телефону, иначе потом весь день как-то идет, ну, наперекосяк. Потому что ты зависаешь в инстаграм, потом туда-сюда, сразу не встаешь, встаешь только через час-полтора после пробуждения. Это, конечно, не очень хорошо. В общем, сейчас буду делать маску для лица, как обычно. Закончился у меня вот такой скраб для лица в фикс-прайсе, его брала, ну, решила закончить. Он, в принципе, неплохой, то есть не сказать, что хорошо скрабирует, но просто его нужно было израсходовать. Сейчас мы покажем вам покупки, которые для Мориса сделали. В общем, сено. Да, новое сено купили. Слушай, что он так насикал в этот домик так сильно? Не знаю. Ну, аккуратненько давай, вытаскивай его оттуда. Он так не выйдет! Ну, опусти, а ты! Он так не выйдет, потому что там же перегородка, ты его лучше оттуда вытащи. А как? Поверни к себе и вот доставай его, как обычно. Ага. Много теперь у него сено. Нам питомники сказали, что можно либо траву, либо сено. То есть пока есть трава свежая, можно травку давать, сено не обязательно. Вот. А когда травы свежей не будет, то нужно сено, потому что сено это та же самая же трава. Ой, не надо мне показывать его сзад, а! Я говорила, что... Убери его. Убери его. Оставь его, ладно, оставь. Покажи шар вот этот. Подождите, можно я его наверх положу? Да не надо! Каролина, он сейчас везде нас трет! Оставь его. Пусть там нагадит. Давай, шарик доставай. Ну, не будем тогда его сейчас в шар вкладывать. Нет, давайте я положу. Давай, сначала покажи шарик. Вот такой огромный для больших грызунов шар. Прям большой-большой. Нам советовали в комментариях тоже купить для него шар, чтобы он в нем бегал по комнате. Но мы его уже туда однажды положили сегодня. И что-то он вообще не бегал. Даже, в принципе, когда Каролина его... Ну да, когда его даже Каролина просто вытаскивает с клетки на пол, то есть он по комнате у нас вообще не бегает. Да он и по клетке редко бегает. Только если, допустим, ему что-то нужно, он увидел кого-то и начинает звать. Типа, давайте, давайте мне еды. А где крышка? А, вон. Вот, теперь я его возьму. Да не надо, Заяц. Ну ладно, давай попробуем. Ага. Все? Стряхнула? Давай. Да. Он у нас такой крупненький стал. Идем, идем, идем. Мне кажется, он нам радствовать. Потолстел. Ага. Не хочет он туда. Ему уже когти пора стричь, и вот в дырке когти попал. Мам, пожалуйста, захвати вот так. Нет, давай ты сама. Я вообще не знаю как. Я не хочу. Ну другой рукой сделай. Мне нужно двумя руками. Ага, вот так. Все, все, все. Мне кажется, он этот шар боится вообще. Да. Ну надо потихонечку. Космонавт тоже в шарики, да? Мы по пять минут. То есть он до этого пять минут был там. Сейчас вот пять минуточек, чтобы привыкал. Ну давай теперь иди бегай. Он не бегает. Он сам будет. Не надо это. Он вообще не понял, да, вообще в чем прикол? И что надо делать в этом шарике? Бегать. Мне кажется, зря купили. Он не будет им пользоваться. Нет. Будет, потом он... Просто это для Каролины. Играть с ним. Чтобы он не писал на полос, на нее. Прикиньте, я когда... Я его первый раз покрутила, он там... Вот, начал веселиться. Так, посминем. Да ему плохо было. Затошнило было. Так не надо делать, поняла? Ну ладно, не надо его в шар пока класть вообще. Пусть так играет пока что. Он так убежит. Смотрите, какую красоту курьер только что принес. Сейчас буду в Инстаграм распаковывать. Очень красиво. Очень-очень-очень. Прям так по летнему уже. Не знаю, мне нравится. Зайц еще в таком голубом цвете, как ты любишь. А, зайка? Хочу я тебе подарю. Открыла и поставлю, наверное, сюда. На туалетный столик куда-нибудь, чтобы красиво как-то все было. И меня это тоже радовало, чтобы... Да, пусть вот так вот лежит. Так, мне нравится туалетный мой столик. Я постоянно на нем делаю бардак и постоянно прибираю. И мне этот процесс нравится. Как бардачить, так и прибирать. Постоянно вот здесь что-то у меня лежит. Кстати, нужно будет сегодня еще кисточки помыть. Потому что я ими делала макияж яркий, видите? И все кисточки замарала. Сидим здесь с Каролиной. Я ее уговариваю пойти со мной в фикс прайс. Потому что, ну, мне туда нужно было сходить. И погода хорошая. Хотя она сегодня уже ходила в бюджет. Она говорит, я не хочу. Вот уже все, отказывается. Я ее уговариваю, пойдем вместе. И, в общем, хотела вот что сказать. Уже несколько дней эта мысль у меня вертится. Я думаю, вы все знаете, что сейчас происходит в Америке. И вот все блогеры, на которых я подписана в Инстаграм. Азиатки, американки. И не только. Ну, то есть вообще, в принципе, на всех американских блогеров, которых я подписана, они все поддержали именно вот это вот движение. И вот это вот меня очень радует. Знаете, вот что люди настолько сплоченные. И, то есть, они не молчат о таких вот проблемах, да, насущных, которые есть везде, в принципе. То есть нельзя сказать, что там они больше, масштабнее. Или же, что у нас таких, допустим, проблем нет. Это везде есть. То есть это зависит, мне кажется, больше от людей, нежели чем от их местоположения. Но все же, то есть люди там социальные проблемы не игнорят, допустим, как у нас, да. То есть они не отрицают, у нас нет расизма там или еще что-то. Ну вот молодцы. Вот они даже самые вот популярные там люди. Вот это вот все поддерживают. Вот это вот мне нравится. Я вот наблюдаю. Они сами выходят на вот эти вот митинги. Представляете, да. Я надела свой спортивный костюм Nike, футболочку и вот так вот пойду. То есть в магазин, тем более в фикс-прайсе, не вижу смысла что-то как-то иначе надевать. Потому что я туда иду, максимум там буду час, потом обратно возвращаюсь и все. То есть мне никуда заходить не нужно, никакие дела делать не надо. Поэтому оделась по-удобному. Сегодня где-то 18-19 градусов. Возможно, будет жарко мне. Тогда я сниму свою спортивку верхнюю. А так вот самый раз, мне кажется, на такую погоду. Штаны. Вот уже сколько я их ношу. И вообще, в принципе, костюм. Ни разу еще не надоел. Очень нравится, очень удобный. Сейчас разбирала сумку, вот эту свою желтую. И помните, ходила за желтым гирлаком. Там был только вот такой вот один. Желтый, нормального цвета. Я вообще-то не люблю вот эту вот фирму. Но пришлось взять. Я думаю, что на один-два маникюра, в принципе, неплохо. У меня хорошая база. Так что нормально. Вот желтый такой вот прикольный. Конечно, не такой светлый, как вот этот. Вот этот, он больше пастельный. А этот я хотела именно цыплячь. Такой желтый. И у меня еще закончился обезжириватель. Поэтому вот еще взяла. На днях буду делать маникюр какой-нибудь себе. Потому что, видите, хожу без ногтей. Ну, как-то непривычно. Пока дома сидела, смотрите, уже какая трава активная выросла. Настолько прям вообще нереально. Ну, и плюс у нас же дожди постоянные. В Москве, в Московской области постоянно дожди льют. И вот травка не успевает выгореть. Да и солнца особо нет, чтобы она выгорела. Она растет и растет. Уже и деревья тоже все выросли зеленые. Короче, лето. На следующей неделе, я смотрела, там даже 29 градусов будет. Представляете? Ну, конечно, мне не верится. Потому что погода меняется постоянно. Может быть, опять опустится температура. Так, мы уже в фикс прайсе. Я думаю взять какую-нибудь салфеточку. Подкладывать как фон. Чтобы, когда я еду в инстаграм снимала. Фотографировала. Ну, как хочешь, если хочешь, видишь. Так. Вот думаю, что же взять. Потому что я теперь часто что-то готовлю. Вот. И смотрю здесь. Вот сейчас только, когда я начала понимать, сколько калорий в продукте. Когда сама стала считать калории того, что я готовлю. Я понимаю, что вот здесь вот на 100 грамм. Да, вот калорийность 473. Вы представляете? То есть, один батончик 50 грамм. То есть, здесь 250 как минимум. На 250 можно столько всего съесть. И не только этот батончик. Цитрусовый чай. Какой-то новый. Нужно тоже, что ли, взять попробовать. Не знаю, сейчас попробую. Да, вот такой шиповник еще нашли с мамой, смотрите. Растворимый, натуральный. Насколько натуральный, сейчас посмотрим. Состав экстракт шиповника. Прикольно. Вы любите шиповник или нет? Здесь 55 чашек. Просто насыпать и добавить горячей воды. Какие-то слаймы здесь новые появились. Вот думаю, Каролине брать или нет. Просто было бы уже в фикс-прессе, когда берешь какие-то вот такие вот жидкие руки, окрашиваете или же воняет слишком химически. Наверное, не буду брать. Если захочет, потом сама возьмет. Нашла в фикс-прессе альбомы. Вот смотрите, с магнитными листами. Не очень поняла, что и как сюда фотографии крепить. Если вдруг вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что если они будут удобные, я сразу куплю штук 10-15 вот таких вот. и рассортирую фотоархив. Вот видите, какие листочки. Вот эту вот пленочку можно ее снять, я так поняла, или нужно даже снять. Короче, как сюда фотографии лепить, непонятно. Эта пленка защитная, она должна оставаться или ее нужно снять и выбросить. Мы пришли уже домой. И вот что мы купили, значит. Мама сделала для посуды коврик, чтобы поменять. У нас такой желтый, а вот этот теперь будет фиолетовый. Ну, просто под посуду подкладывать очень хорошо. А ты что такое? Сейчас, подожди, я тебе все скажу. Мистер Чисто какой-то появился, вот такой вот, типа Мистер Мускул, что ли, я не знаю. Хозяйственные влажные салфетки. Ими можно вытирать машину, технику бытовую и вообще делать уборку дома. Такие салфетки я очень люблю. Для этих целей я просто обычные влажные, допустим, использую, если уборку делаю там в столе или еще где-то. А здесь, видите, они большие размером и еще и разноцветные, как тряпочки. Очень прикольные, будем пользоваться с мамой. Шиповник взяли вот такой вот. Каролина, на, это тебе тесто для лепки. Ты же в последнее время лепишь, что ты делаешь? И оно заставает. Хоть ты и не просила, но я тебе купила, да. И оно заставает. А ты не знаю, там почитай. Дезинфицировала? Ну, ничего страшного. Бери уже смысл дезинфицировать. Вот такие вот, наконец-то, перчатки появились в фикс-прайсе. Как только началась вот эта вся свистопляска, этих перчаток все нельзя было найти. А сейчас в магазине полно. По 100-500 разных санитайзеров, разных перчаток, салфеток, антибактериальных средств. Короче, много всего. Я вот эти вот взяла, чтобы, когда вот уборку делаешь, раз использовала и выбросила. Использовала, выбросила, это очень удобно. Каролине взяла, вот она иногда любит. Бегланч со вкусом говядины и овощами по-корейски. Подожди, заяц. Вот, две пачки я взяла. Не знаю, я, по-моему, такую не пробовала. Вообще, мама взяла еще такой иван-чай с Галлегой. А я взяла еще вот такую белевскую пастилу, потому что здесь всего лишь 300 калорий на... Так, сколько? 300 калорий на 100 грамм. А здесь пачки 100 грамм. То есть пачку я за раз не ем, естественно. Но, конечно, там в составе есть сахар, но ничего страшного. Потом Каролине взяли вот такую зубную пасту вместе с щеткой. У нее, конечно, электрическая зубная щетка. Но вот эту вот оставим, если куда-то будем ездить, с собой брать, чтобы не таскать большую ее щетку. И мороженое взяли. Очень много разного. Такое с малиной. Два эскимо-буренки. Коровки, точнее. Два обычных бомбира. Каролина такие любит. Баунтик. Какой-то новый баунтик, кстати, вот такой не пробовала. Сникерс. Эксо. Это просто лед вроде бы. И Твикс. Так что такие у нас покупки были в Фикс Прайсе. Представляете, два косаря почти вышло. Ну, там я еще кое-что купила из косметики для видео. Но вот Фикс Прайс уже не такой уж и дешевый. Буду сейчас на завтра готовить обед, потому что днем обычно времени нет. И вот приходится с вечера это делать. Сейчас полдесятого. И так получается, что каждый день я готовлю. Кстати, смотрите, вот это вот луна. Представляете? Буду делать, значит, типа курицы по-французски. Полностью для худеющих. Здесь куриная грудка. Сыр. Лук. Помидоры. Больше ничего не нужно. Ну, специи. Еще и соевый соус. Да. Вот. И все. Это очень легко. Просто закинули, все перемешали. Со специями курицу сверху. Значит, сначала курицу, потом лук, потом помидоры. И потом уже сыр натертый. И все на 40 минут в духовку. И очень вкусно получается. Вот так вот красиво все получается. Вот раз фольгой не буду накрывать, просто закину и все. И сыр тогда пропеченный получается. Ну, в принципе, можно даже фольгой накрыть, чтобы сыр не высох. Так уж сильно прям. Да, я, наверное, в этот раз накрою все-таки опять фольгой. Потому что в прошлый раз почему-то Каролина не ела сыр. Потому что он подкоптился, естественно. Но она любит именно вот такой тянучий. Поэтому я, наверное, закрою фольгой. И до конца пусть будет фольгой. Только что-то сейчас об этом вспомнила. Решила еще сделать десерт из яблок. Вот яблок дома много, но единственное, они все кислые, а нужны сладкие. Ну, поэтому решила их запечь. Вот, три яблока. Все они такие тяжелые. Прям вообще, жесть. Ну, в общем, не знаю, что получится. Первый раз буду делать. Просто запеку их в духовке с медом и корицей. То есть нужно будет сердцевину сейчас все вычистить и поставить в духовку. Я вообще этот рецепт нашла только что. Хотела с мясом закинуть. Но тут я смотрю, пока я буду все это делать, мясо уже приготовится. Так что ладно, думаю, отдельно, значит, запеку. А вот эти вот обрезки яблока Морису принесла. Он до этого просил у него вкусняшку. Я ему уже огурец давала, все давала. И вот так вот он зовет. И любит он и яблоко, и огурчики, и морковку. И все. Такой хорошенький. Маленький, миленький. Вот такой хорошенький у нас мальчик Морис. Морис. И решила еще добавить сюда миндаль с корицей, с медом все перемешать. Правда, хотела миндаль в миксере своем перемолоть. Но не получилось. Он у меня мокрый сейчас. По стенкам просто он размажется, и все. Мне кажется, меда мало на три яблока. Я здесь две столовые ложки положила всего. Заполнила яблоки. Не уверена, что будет прям мега вкусно. Но хотя бы какое-то разнообразие. К тому же я люблю яблоки в сочетании с корицей. Сразу такая появляется нотка уюта, что ли. Не знаю. Мне очень нравится такое сочетание. И варенье тоже я люблю. Если яблочное, то обязательно, чтобы туда корица была добавлена. А вот и курочка подошла. Да, теперь всегда буду, наверное, делать под фольгу, чтобы и Каролине тоже было вкусно. Она любит вот именно вот так вот, чтобы сыр... Жалко, что только что мы завтра это будем кушать. Я готовлю на ночь это все. Но ничего. Ничего страшного. Зато все полезно. Все круто. Теперь еще нужно будет ждать минут 30. Но пока я здесь приберу, пока туда-сюда, я думаю, что нормально будет. Но красиво смотрятся яблочки, кстати. Постелила вот эту вот штуку, которая, чтобы не прилипало ничего там в случае чего. Яблоки у меня приготовились. И это называется я лох или что-то пошло не так. В общем, поставила строго по рецепту на 160 градусов на 30 минут. Буквально 10 минут назад я подходила, смотрела, они были идеальные. И просто решила отойти. И в какой-то момент они просто лопнули. И все. Но благо, что это не успело здесь застыть все. Потому что очень сложно сладкий сироп потом вымывать. Сейчас я их вытащу все равно. Ну, как бы взвешу, посчитаю калории и все сразу помою. А так пахнет очень вкусно. Кстати, по поводу плейлиста, где я сохраняю влоги, где я показывала какие-то рецепты. Вот, называется он рецепты для похудения. То есть, здесь все влоги с рецептами. То есть, не просто, типа, как я приготовила, там, что-то. А именно процесс, там, все пропорции, в общем, рецепты будут вот здесь. Теперь знаете это. Буду заканчивать этот влог. Так что ставьте пальчик вверх. Смотрите предыдущие влоги, если вы их пропустили. Подписывайтесь на канал. И увидимся с вами уже завтра. Всем удачи и всем пока-пока.